привет мои дорогие девочки у нас сегодня будет такое гадание на монаре она довольно таки странная будет но и колоду мы выбрали здесь не материальную не денежную а именно девочки монару эротическое таро мы сейчас с вами посмотрим мужчина и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношения с определенным мужчиной с деньгами вы предложили эту тему стоит ли 50 на 50 вкладывается до с ним делить что-то или больше за него платить или там ну короче или ждать от него чтобы он был добытчиком семье давайте посмотрим вот как это будет перекликаться с вашими отношениями как мужчины и женщины то есть мы посмотрим девочки что будет из того если вы будете вкладываться или не будете вкладываться отношения и стоит ли вообще себя сдержать может ему как говорится купить что-нибудь да какие-то подарочки больше чем шариковую ручку или не стоит давайте вот посмотрим как у вас будут как лучше будет для вас для того чтобы вы с этим мужчиной были в любовные связи они в материальные давайте глянем а еще есть такая кстати проблема ну просто скажу в в одном предложении да что например когда девочки хотят навести приворот на мужчину они не смотрят на него как приводрота в плане любовные да они хотят реально любовный приворот на чтобы он давал за это денежки да но это две разные вещи для того чтобы мужчина вкладывался в отношении чтобы давал деньги это открытие денежного канала и это относится к деньгам больше а типа вот многие думают что по любви если он меня будет любить то он будет давать мне эти деньги а но то так так и да да но дело в том что когда мы наводим приворот и любовный приворот как мужчина чтобы его привязать к себе это не всегда значит что он будет давать деньги и дело в том что привороты когда меняют жизнь человека программирует его на что-то да это это еще будет влиять на его денежный канал поэтому многие кто например мужчина с кривыми приворотами то обратите внимание как они с одной работы скачут на другую и все остальное но короче лярвы тут отдельно тоже разговор в общем девочки мы посмотрим мужчина и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношении деньгами с вашей стороны стоит ли 50 на 50 быть или там и или не 50 на 50 давайте посмотрим у нас четыре варианта будет пострадает или выиграет ваша любовь от того что будет в общем мы посмотрим как лучше как лучше чтобы вы вкладывались в отношении либо не вкладывались зависит ли вообще это любовь от вас и его или вообще зависит от денег ну что давайте посмотрим первый второй третий четвертый вариант мужчина и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношении деньгами это можно смотреть всем и богатым и не очень богатым ну в общем мы посмотрим загадайте себя и своего мужчину и выберите какой-то вариант там где вы вместе с мужчиной своим и мы посмотрим с деньгами или без будут ваши отношения 1 2 3 4 вариант итак давайте посмотрим первый вариант мужчина и ваши деньги ваш загады мужчины и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношении деньгами смотрите кем вы девочки выпали вы выпали сигнификатор ваш выпал королева огня и мы тут выбирали мужчину и женщину до переворачиваем карту в и выходите вы а вы в этих отношениях выпали королевой огня что это значит девочки да тут не в деньгах совершенно дело совершенно не в деньгах да то что вы даете деньги этому мужчине или не даете считаете вы его добытчиком либо не считаете это здесь не столь важно важно то что чем больше он вас хочет вот именно в сексуальном плане да тем больше он будет вкладываться в эти отношения то есть чем больше у вас будет интима секса всего остального да и вы тут не выпали знаете никакой такой вот маленькой карты хотя бы угнанная где просто вот секс нужен был бы не выпала выпала королева это девочки и сложно к объяснению в то же время я хочу чтобы вы эту суть уловили да вы должны вкладывать денежку в себя для того чтобы выглядеть сексуальной для него вот там одним предложением можно в принципе и закончить этот расклад но смотрите все что у вас все ваши деньги вы должны не жалеть себе не на кремики вы не должны себе жалеть не на мезотерапии ки там причесочки все остальное и смотрите королева огня она в принципе может себе делать то что она считает нужным но себе например вы можете делать себе прически вы можете масса мазаться маслом усьмы до или пить льняное там семьи все остальное только что что вы сами себе делаете это окей хорошо но королева вот вспомните кто такая королева королеву обслуживают да у нее есть реально персонал который должен ее обслуживать в каком плане вам должны чесать ваши волосы до расчесывать и укладывать периодически вы должны ходить в парикмахерскую чем больше вы это на самом деле делаете тем лучше для вас для вот для вашей королев внутренней такой королевой и дело в том что вы можете выбирать там мастеров себе по парикмахеров маникюр все что угодно массажей все остальное вам надо ходить по этим салонам реально надо дело в том что чем больше даже вы выходит тем больше вот эта огненная королева вас горит и проигрывается вы можете караситься не краситься все что считаете нужным все это хорошо но главное чтобы вы положили лапки вам эти лапки накрасили до ноготочки захотели реснички губки все остальное делаете и дело в том что когда вам это будут делать профессионалы они этого видят в своем таком виде знаете каждый помешан на той работе которую нас в принципе занимается да кто-то ресничками губками всем остальным и вот влияние вот этого скажем так да я не хочу никого не обидеть но все же люди которые предлагают вам эти услуги они вам предлагают это то как они видят это на вас то есть они предлагают вам и делают услугу услугу королеве понимаете и дело в том чем больше вы вкладываете в себя тем больше вас этой сексуальности для того чтобы на это обратил внимание мужчина и причем так как вы выпали здесь королевой здесь еще не только один этот мужчина но и четыре других короля понимаете королева привлекает всех четырех стихий мужчин вы должны вкладывать свои денежки в себя и если у вас стоит вот смотрите возьмите и распланируйте и вам надо как-то знаете делать так чтобы вот этого вашей жизни не было там например от росли корни я пошла покрасила до или это от росли кончики я пошла постригла да именно когда нет чуть чуть больше этого в своей жизни позволять понимаете вот захотелось вам где-то целлюлитик появился как вы считаете то взяли девочки вот сами кремами помазались но когда вы это делаете сами сами собой своим телом вы просто это просто получается уход за собой но вам сигнификатором вашей вот вообще картой выпала королева огня королева огня у нее есть кто есть шуты пажи до много других людей которые должны прислуживать королеве и чем больше люди другие предоставляют платные вам услуги конечно же да там хороший парикмахер будет стоить там маникюр хороший все остальное но не жалейте не жалейте на парфюмы мои дорогие да но не жалейте на себя если вы пользуетесь просто дезодорантами или какой-нибудь такой вот водичкой которая среднего ценового сегмента позвольте мои дорогие себе хотя бы маленькую ну ботылочку что-нибудь такого эдакого дорогого понимаете и кстати скажу что вот я раньше знаете к именно таким запахом пофиг как-то относилась ну хоропу пахнет хорошо и пахнет а сейчас я вот как то было заметила разницу что вот эти вот все таки люксовые брендовые да почему даже за ними так девочки гоняются да потому что реально остается такой интересный шлейф шлейф такой который не сравнить с теми с обычными например парфюмами которые ну такого низкого ценового сегмента маленькую бутылочку ну позвольте себе девочки позвольте себе тратить на себя причем свои деньги да они должны у вас реально уходить на вас причем с мужчиной тоже доставайте королева должна кто бы у вас не был паш рыцарь либо король девочки в каком бы состоянии по отношению к вам он бы не находился вы должны тоже от него брать себе на красоту да то есть на маникюрчики на тонусе на 5 10 чтобы он вам добавлял либо вообще это оплачивал и давал потому что вы должны давать ему вот эту сексуальную энергию это сексуальная будет энергия у вас как смотрите что не фертите сама не могла помыться до могла она но она залезала в ванну с молоком с лепестками роз с медом там всем остальным и ей ее там кто там наложницы ну короче фрейлины у королев были до которые все это дело делали и смотрите да когда не сама королева там это делала а ей это делали она все более и более становилась сексуальней а ей надо было быть супер сексуальной для кого для владыки какого-нибудь королевства да и а там целая очередь женщин других стоит в очереди да но вот этот флер вы должны пахнуть вы должны пахнуть не то что там дорогим уходом а тем что вы тратите больше на это чем ну среднестатистическая женщина вы понимаете да про что я говорю обратите внимание так что насчет мужчины и ваших денег стоит ли вкладываться в отношении деньга деньгами вы можете решать там какие-то вопросы и давать ему где-то деньги все остальное но он вам должен давать деньги на ваши всякие уходы за собой массажистов каких-нибудь оплачивать маникюры и все остальное и если даже он не имеет средств это все вам оплачивать свои деньги да те которые вы бы могли вложить в пиццу которую вы съедите вечером или там оплату коммунальных на двоих наполовину до никакой половины девочки оплачиваем 30 20 10 процентов остальное все мы заносим тем людям которые занимаются услугами и дело в том что когда вам сделают эти ноготочки не вы сами а вам сделают какие-то вот эти косметические услуги для того чтобы вы были более сексуальные да вы возвращаетесь к этому мужчине и он либо начинает больше в вас складываться либо больше вас любить тут такой принцип что если вы да не будете вот на это больше вкладывать себя развивать в эту королеву огня в себе для того чтобы сексуально он вас желал и хотел то то вы больше будете тратить на что-то содержать этого мужчину или еще что-то понимаете на себя девочки тратили здесь на себя на себя в плане вот этой вот вы вспомните что вы королева огня вот каждый раз когда вы думаете будете думать про то куда вам потратить деньги да не купить ли ему там что-нибудь вы сначала подумайте а что вам надо так посмотрели вниз так подкачать животик на фитнес мне надо на плавание там еще на что-то или хочу чтобы меня потерли сделали антинцесс массаж на готовку короче все в себя и когда вы сходите получите эти услуги приходите к своему мужчине и он вас еще больше хочет и больше вас любит понимаете в чем здесь цепочка вот такой вот мои дорогие первый был вариант давайте посмотрим второй мужчина и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношения влюбленные девочки выпали здесь вам влюбленные но вообще-то знаете вы с этим мужчиной в тех отношениях когда вы должны его поддерживать и он вас должен поддерживать и я бы это все уравновешивала то есть вы должны быть равными как говорится в деньгах в эмоциональных состояниях до в том что он он вам делает это что вы ему делаете то есть смотрите надо тут очень сильно следить за собой влюблены в этого умовый мужчину не влюблены любите долго живете коротко ли до длится ваша история все равно чем больше вы будете соблюдать эту шестерочку он старший аркан влюбленных равновесие тем лучше будут складываться эти отношения у вас если кто-то из вас либо он либо вы будут либо вы либо он будете давать друг другу что-то больше другой человек будет страдать от этого до будут скандалы ссоры какие-то интриги игноры чего только не будет здесь надо и в денежном канале и не только в денежном вам выпал старший аркан вам надо соблюдать гармонию понимаете вы например занимаетесь женскими делами он мужскими вы же занимаетесь женскими и поддерживаете его мужское начало он занимается мужским и поддерживает ваше женское начало тут нельзя забывать о каких-то тех услугах а то и но о том что вот мужчина принес вам курочку зубках пример то вы сделали например вкусный обед и поблагодарите его то же самое надо чтобы он учился вас благодарить за то что вы для него делаете и когда вот вы вместе с ним научитесь вы делать это будет очень офигенная карта кармическая карта очень длинные красивые отношения красивая любовь без измен без всякого говна как говорится да но если вот смотрите да на монаре очень красиво показано что мужчина одет женщина раздета он рисует и там же ваш образ получается да а вы тут избитая плетьми для того чтобы у него лучшая картина появилась которую он бы нарисовал вы вдохновляете его вы его муза но в то же время если вы не будете не получать от него никакой отдачи ваша любовь затухнет вы начнете на него орать психовать обижаться и все захотите уйти порвать эти отношения то же самое с ним влюбленная эта карта такая если мы держим золотую середину мы обо всем договорились мы эмоционально поддерживаем мужчину он поддерживает нас и у нас такой сильный энерго обмен идет между нами взаимочки такие постоянные до отношения просто будут супер если где-то вот вы например да я все для его делаю я это и то и деньгами вкладываюсь а отдачи вы никакой не чувствуете прекратите вкладываться потому что вы бы вы потратите чем больше вы будете на него бабла тратить вкладываться и все остальное тем хуже будут ваши отношения как это отследить отследить по его настроению и по своему настроению как только у вас в голове закрадываются какие-то претензии по отношению к нему это не он виноват это вы переборщили что вы дали ему больше чем он мог даже это съесть как говорится да наложили ему целую целую кастрюлю каши он съел чуть-чуть поковырял а вы обиделись потому что вы же так варили с любовью да то есть мужчине надо давать именно дозированно то что ему нужно а он должен давать вам то что вам нужно и если он будет вам давать очень много всего вы это физически и не морально не сможете переварить и он будет на вас обижаться он может уйти разорвать отношения то есть когда вы чувствуете и ловите себя на каких-то обидках по отношению к этому мужчине прекратите его перекармливать понимаете и а если он вот вы видите что он в обидках каких-то по отношению к вам злится на вас и все остальное да это значит что вы ему где-то не ответили что он считает что он вам много чего такого дал а вы его за это не поблагодарили да то есть вам тоже эту кастрюлю поставили вы поковыряли вроде бы и сказали спасибо но вы уже не съели ее всю типа да то есть тут надо золотая середина баланс выдерживать дальше смотрите вы должны поддерживать его мужское а он должен поддерживать ваша женская по факту по карте влюбленных мужчина должен быть добытчики он должен добывать это материальное добывать и вас где-то содержать и все остальное а вы со своей стороны должны его поддерживать в том чтобы он это добывал чтобы у него стимул был да что у него поддержка была что что все такое но поддерживать надо мужчину словом они деньгами то что он не может нигде например на работу устроиться да а вы его содержите это не поддержка девочки и то что вы его содержите вы ему даете он вы начинаете злиться что нет какой отдачи вы его бросаете тут будут тут по-любому если это эти отношения разорваться будете вы виноваты либо он либо вы да они кто-то третий лишний даже если вдруг кто-то этот третий лишний будет эта карта влюбленных очень хорошая карта для отношений очень но для золотой середины потому что я будете перебарщивать будете биты а он будет как говорится хотел сказать чуть ли не импотентом но тот кто не будет вас хотеть у вас карта влюбленных пока есть золотая середина пока вы питаетесь друг другом помогаете друг другу поддерживаете он вас ну конечно это на самом деле вот по шестом этому старшему аркану на самом деле тяжело делать девочки о тяжелую но а чего она нас и учит эти кармические отношения вам даны для того чтобы как раз таки научить его быть мужчиной а себя женщиной и даже если отношения у вас этим мужчиной прекратятся поверьте мне после вот этого шестого аркана да вы настолько будете чувствовать что такое мужик и какого мужика вы хотите дальше просто ему у многих даже откроются глаза а кто сможет держать этот баланс это отношение знаете и золотой свадьбой и бриллиантовой какой там угодно золотая середина девочки очень хорошая семья я знаете помню в семья таких вот перевозчиков которые через границу знаете там паровозят всякие товары все остальное и вот они так и жили и у них кстати тоже вот это вот я вспомнила их до карта выпадала у них настолько такая вот семья крепкая до что вообще но они научились эту золотую середину выдерживать и она деньги зарабатывает и он зарабатывает но она понимает что он мужчина а он такой знаете альфач прямо альфа самец в семье и видно что он выращены именно женой своей вот такой вот мои дорогие второй вариант ну что давайте посмотрим третий мужчина и ваши деньги стоит ли вкладываться в отношения деньгами шестерка выпала земли девочки я вам скажу что тут очень много придется вкладываться в отношения деньгами а вы эти деньги либо не хотите их вкладывать вам есть на что потратить либо у вас этих денег нету так что знаете тут вообще не надо думать о том поддерживать ли отношения с мужчиной ради денег да то есть смотрите тут может быть от вас такой отток денежный который вам будет не на пользу то есть у вас по этому девочке аркану я бы сказала так мухи отдельно котлеты отдельно с этим человеком любимый ваш человек нелюбимы да вот то что он вам дает и чтобы вообще супер было бы если бы этот мужчина вас содержал если этот мужчина вас содержит он согласен вас содержать девочки да то я скажу что до отношения будут и хорошие будут отношения но если идет денежный отток от вас то знаете тут тут такие карты сбиты на самом деле вам есть куда эти деньги вложить на более лучшие цели чем тратить на этого мужчину то есть не одалживаем ни на какие бизнеса ему не открываем не вкладываемся не содержим его не надо девочки содержать потому что это денежный отток вот просто как будто вам делать не хрен чем содержать этого мужика тут а тут реально только один вариант если он вас содержит и вам полностью дает деньги на содержание платят за квартиру за дом там короче ну полностью вас содержит окей если он вас не содержит а еще и вы понимаете что вам надо вкладываться в эти отношения не окей нифига это вы придете к тому что вы потом с этим мужчиной расстанетесь да и будете думать ну нахрена я столько бабла в него вложила столько сил на него потратила лучшее свои молодые годы только если он в вас содержит девочки он должен приносить вам деньги не приносит деньги не ваш мужик приносит деньги ваш может не приносит не ваш вкладываться вы в него не должны и дело в том что вам еще идет много каких-то подарков по жизни до других людей это родители там родственники какие-то тут будет и какие-то наследства тут будут и какие-то вот в денежные вливания вам подарки и дело в том что вот эти вот подарки знаете как вы саму не знаю там парик вам будут потому что вы будете вот эти вот даже свои подарки как-то ну делить с этим мужчиной то есть вы не почувствуете вкус того что вы обладательница но того что дарят именно вам то есть все мои дорогие я бы тут завязала тут выпала конкретная карта шестерка земли либо вас этот мужик содержит либо идет на хрен вот именно по отношению к этому мужчине относятся если вы дадите ему деньги на бизнес если вы будете волочить я вам серьезно говорю будет у вас со временем развиваться такая фигня что вы будете думать и буду я с этим мужиком потому что я в него много влила денег он не еще должен то я буду с ним пока он не отдаст да и вы будете терять время свое и вас это не будет радовать понимаете так что в отношении мы не вкладываемся девочки нет не вкладываемся как только он предстает вкладываться ваши отношения все до свидания девочки потому что вы будете вот знаете вот это какая-то финансовая кабала идет и в эту кабалу вы будете сами себя вводить нельзя вкладываться в отношения с этим мужчиной на счет 50 на 50 вот эти познаете 50 на 50 до вы можете забрать эти все 50 на 50 но смотрите вам идет земляная карта шестерка земли да у вас должна быть твердая почва под ногами то есть если вы вкладываетесь куда-то вот это куда-то должно быть оформлено на вас да то есть если вы вкладываетесь в ипотеку ипотека должна быть оформлена на вас если вкладываетесь купить дорогому машину эта машина должна быть оформлена на вас в до брака понимаете потому что в браке все 50 на 50 делится И получается, тут я вот хочу вас предостеречь Потому что когда вдруг, если вы расстанетесь с этим мужчиной Вы почувствуете опустошение своего кармана И это не сколько может быть прям с ним связано Сколько это будет связано с тем, что вот прям вы поделите Вы поделите свои подарки, которые вам дарили Наследство, которое вы получили, квартиру родителей Которая вам должна была достаться То есть у вас всегда должна быть твердая почва под ногами И вам проведение эту твердую почву дает или даст еще девочки Так что смотрите, вот этот мужчина Это не то, что там черная дыра, которая деньги забирает Нет, мои дорогие, мы 50 на 50 можем вкладываться Но то, что мы делим 50 на 50, мы записываем это на себя На себя Все договора на покупку дверей, херей всяких, чего угодно Да, чеки какие-то То собирайте чеки Потому что потом, если что, да Вот этот мужчина может некоторых оставить с носом Если это нищеброд, девочки, да И мы можем любить, конечно, нищеброда Но у вас должна быть твердая почва Именно под вашими ногами А под его ногами мы почву эту не делаем Потому что это не наше дело Это его дело делать эти деньги Лучшее, чтобы он вас содержал Вас содержит этот мужик, дарит дорогие подарки Содержит, коммуналку вам платит Все, значит, мы с ним общаемся Этого не делает, не общаемся Только потому, что если у вас не будет твердой почвы под ногами, девочки Тут шестерка, зыбкая карта стоит Вы вверх не пойдете по деньгам Понимаете Вот такие дела Давайте еще глянем Давайте еще достанем эту карту Мужчины и ваши деньги Стоит ли вкладываться в отношения Нет, нет, девочки, не вкладываемся Не вкладываемся в отношения Даже если вы что-то Вот смотрите Думайте здесь, как юрист Вот думайте, как юрист Даже без юридического образования Тут и коню понятно Что в браке все делится 50 на 50 Сколько бы кто не зарабатывал Да Вам надо прикрыть медным тазиком Именно свою попу Понимаете Именно свою кубковую попу Потому что если она будет у вас наполовину с этим мужчиной Да Если что А он тут зыбкая почва А он такой Он, девочки, не зарабленец Прям такой, который вам все даст Понимаете Это не тот мужчина, который вам все даст Это тут Тут в принципе более-менее хорош Когда богатый любовник Да Вот богатый любовник Когда ты ему ничего не обязан И он все тебе дает Да Окей Супер отношения будут Но если это в мужья целится этот мужчина Да Или у вас еще совместное житие-бытие То я вам скажу так Все записывая на себя И не то, что 50 на 50 Никаких 50 на 50 20 на 80 20 ваших 80 его Нету Не может он дать эти 80 процентов И вы не давайте Понимаете Не давайте ему Пусть эти деньги у вас в сохранности Полежат на вашем банковском счете Или где-нибудь Желательно даже в какой-нибудь вашей кубышечке Да А не 50 на 50 Если не может вам это мужчина позволить Значит вы живете без этого Не может вам купить платье Или там Ну я утрирую Да Значит живете без платья Если осенью он не может вам дать денег 80 процентов Для того, чтобы вы купили себе куртку теплую Вот походите в этой вот холодной куртке И посмотрите, что вы мерзнете И может быть до некоторых дойдет Что вы мерзнете Потому что в мужик вас не греет Да И нематериально никак И может быть Вы сами осознаете Что может быть нахрен такого мужика То есть девочки тут так Если это богатый любовник Тут хорошее Да Идет такое Что все-таки вы от него подпитаетесь И твердая почва под ногами Все должно быть на вас Кстати в браке Подарки оформлены на вас При разводе не делятся Да То есть это типа будет вам принадлежать Но если это не зарегистрировано Как подарок Да И вы в суде не сможете доказать Что подарок будете Отдавать вот это все Своему вот этому мужчине Я при чем тут говорю Конечно Отношения могут быть долгими И хорошими И все остальное Да Но только при условии Что здесь богатый мужик И мужчик Мужик, который богаче вас И который Согласен вас содержать И содержит вас Если вы ходите В осенней Тоненькой курточке И вам холодно Вы ездите на общественном транспорте Потому что он экономит бензин Или у него Той не машины нету То Вот знаете Тут я бы задумалась Вот я бы задумалась Девочки здесь С одной стороны Вы можете Конечно И поспорить Типа Это в любви Главная любовь Любовная любовь И все остальное Да А что вы будете С своими Детьми кушать Понимаете И это Вы можете Девочки В надежде Что вы заплатите А вы тут Такая идете Добренькая Понимаете Вы добренькая И вы хотите И вкладываться В отношения И все Понимаете Нет Нельзя Здесь нельзя Девочки Вот такие вот дела Мои дорогие Тут не вкладываемся То есть На гадание Мужчина И ваши деньги Стоит ли вкладываться В отношения Деньгами На 20% Из 100 Можете Но не больше Понимаете Не больше Девочки Будете вкладываться Больше Типа 50 на 50 Или содержать Этого мужчину Останетесь Пустым карманом Потому что Здесь должен Только мужик Содержать Женщину Понимаете Вот такой Вот мои дорогие У нас с вами Третий был вариант Ну что Давайте посмотрим Четвертый Мужчина И ваши деньги Стоит ли вкладываться В отношения Деньгами У вас такие Хорошие возможности Вы знаете Бежать в одной Упряжке И Зарабатывать Денюжки Вместе Либо у вас Очень много Идей Вы можете Подрихтовать Бизнес Этого мужчину Помочь ему Где-то В развитии Дальше Или он Кстати Может вам Помочь Девочки В этом Зеркало Тут выпало Мало того Что зеркало Это Десятый Старший Аркан Фортуны Девочки Давайте посмотрим Мужчина И ваши деньги Стоит ли вкладываться В отношения Деньгами Ну прям Вкладываться Деньгами Нет Девочки Вы тут идете Как королева Кубковая Чувственная Сексуальная Мать Понимаете Женщина Веда Женщина Мать Идет Тут Карта Страха Воздуха Я вам скажу Что деньги В ваших руках Когда вы отдаете Мужчине Оно Знаете Это как Откуп от этого Мужчины Чем больше Вы будете давать Этому мужчине Именно деньги Вы его потеряете Да Вы его потеряете Девочки Если вы будете Деньги давать Вы давайте ему Идей Давайте свое Нежное слово Рожайте Как говорится Детей Да Но чтобы Деньгами Нет Если вы будете Вкладываться Деньгами В эти отношения То у вас Будет расти Чувство страха И неуверенности В себе Дело в том Что этот Восьмой Воздушный Аркан Он может Блокернуть Вас По Линии Ведьмовства Либо По линии Матери Да Если вы еще Не родили Девочки То смотрите Будете давать Этому мужчине Деньги Можете Ну как бы Не особо родить То есть Смотрите Чтобы он Вас Тренируйте Его Чтобы он Вас Содержал Если он Не может Содержать Давайте Ему Идеи Как это Он Может Делать Помогайте Ему Но Сами Если Деньги Будете Давать То Девочки Можете Блокернуть Тут Есть Опасность Потерять Какой-то Из Даров Которые Вам Был Дан Какой-то Дар Определенный Давайте Еще Глянем Мужчина И ваши Деньги Стоит Ли Вкладываться В отношения Деньгами Вы Императ Нет Девочки Очень Сильно Идет Женская Энергетика Очень Сильно И Причем Не Просто Женщины С Женской Энергетикой Феромонами Да У вас У вас Идет Тут Видовство Ведьмовство Вы Можете Сделать Этого Мужчину Богатым Своими Словами Своей Магией Чем Угодно Да Но Если Вы Сами Будете Для Себя Что-то Зарабатываете И Даете Этому Мужчине Вы Можете Потерять Свой Какой-то Дар Дар Какой Именно Для Женщины Королевы Воды Здесь Идет Это Дети Продолжение Рода Либо Это Видовство То есть Смотрите Будете Содержать Мужика Потеряете Либо Видовство Ясновидение Своё Экстра Сорик Свою Удачу Фортуну По жизни Не Не Даем Девочки Здесь Не Даем Либо Девочки Даем Но С Возвратом То есть Смотрите Когда Вы Даете Мужчине Деньги Вот Смотрите Как Вот По Магически От Этого Уйти Да Вы Даете Мужчины На Что То Деньги Но Когда Вы Даете Вы Говорите Что За Это Должен Этот Мужчина Вам Как Королеве Чаш И Императрица Должен Приносить Украшения Золотые Не Серебряные Девочки Золото Камни Драгоценности Камни Драгоценности Должен Приносить Понимаете Дарит Вам Если Фортона Императрица Их Сложить Тринадцатый Старший Аркан Смерть Смерть В плане Либо Минусует Видовство Кармические Либо Минусует Продолжение Рода Ну Будьте Осторожны Девочки Здесь Поняли Меня Здесь Мужчина Ваши Деньги Стоит Либо Вкладываться Отношения Вы Можете Вкладываться Но Он Дарит Вам Золото Реально Золото Дарите То Которое Вы Одеваете На Себя Как Веда Как Одеваете На Себя Как Женщина Которая Которая Вот Этот Откуп Понимаете Он Должен Вам Давать Откуп Но Именно То Что Вы Одеваете Надеваете Украшения Именно Себя Это Дорогие Украшения Должны Бывать Тогда Не Сломается Это Если Он Вам Не Дарит То Все До Свидания Вот Серьезно Говорю Тут Очень Серьезно Можете Минус Снуть Свои Способности Либо Продолжение Рода Своего Будьте Осторожны Девочки Хочет Он У вас В долг Взять Да Или Вы Хотите Сами Даже Дать Ему Чтобы Он На Что Потратил Окей Можете Дать Но Скажите У меня Нет Кольца С Красными Камнями У меня Нет Сафир У меня Нет Золотых Колечек Да А он Тебе Скажет А у тебя И так Их Много Или Я Тебе Подарил Ты Скажи А у меня Двадцать Пальчиков Десять На руке Десять На ноге Да И они Должны Быть У меня Быть Должны А если Он Вам Не Дарит Какого Хера Вы Хотите С ним Пятьдесят На Пятьдесят Или Деньги Ему Давать Вкладываться Денежного Отношения Лучше Вложитесь Себе В золото Все Мои Дорогие Вот Такое Благодание Люблю Вас Целую Обнимаю Пока Пока